Жители Кировского района забеспокоились. В их любимом лесопарке имени 60-летия советской власти стали появляться небольшие постройки, возле которых скапливается мусор. Так, например, на участке, который арендует Волжское казачье войско, появились гаражи. Как пояснил руководитель общественной организации, они будут использоваться как складские помещения для строя материалов и корма для животных. Ведь в следующем году здесь планируется открытие спортивного клуба. Конно-спортивная школа полностью с дипломировыми тренерами. Также у нас будет площадка для тренировки служебных собак. То есть у нас есть кинолог-профессионал, ветеран спецназа, который занимается этими вопросами. Также у нас здесь будут находиться небольшие беседки для посетителей, которые будут приходить на конную спортивную школу. Ну и, соответственно, все будет приведено в Боржский вид. Строительство конного клуба, а также тренировочные площадки для дорессировки собак – это все планы на год будущий. А пока арендаторам нужно очистить территорию от мусора в течение 10 дней, исполняя предостережение районной администрации. В противном случае возможно расторжение договора аренды. В зеленой зоне есть и другие земельные участки, которые находятся в аренде и в собственности коммерческих структур и других организаций. Они получили право занимать площади и вести на них определенную деятельность в прошлые годы. Многие участки используются не по назначению. Их владельцам также придется навести порядок на своих территориях. Об этом рассказали на встрече жителей с представителями районной администрации и профильных департаментов. Мы сегодня достаточно много выработали решений, поставили контрольные сроки. И основное – это у нас навести порядок сегодня на территории, которую мы обсудили через 10 дней. Это основной вопрос. Напомним, в декабре 2018 года на встрече в школе номер 32 глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что у жителей и властей одна общая цель – сохранить парк. Тогда были выработаны совместные решения, которые позволят защитить зеленую зону. И они поэтапно реализуются. Параллельно городские власти продолжают работу по внесению изменений в генплан, чтобы всю территорию лесопарка перевести в зону существующего особо ценного природного ландшафта. Эти изменения, которые будут приняты в ближайшее время, сделают застройку в лесопарке невозможной. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События.